Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Тристана Донована «Историю видеоигр». И сегодня глава 8. Называется она «Дьявольские хитроумные изобретения». Итак, погнали! 9 ноября 1982 года министр здравоохранения США доктор Эверет Куп поднялся на сцену Западного психиатрического института и клиники в Питтсбурге. Характерная густая борода доктора Купа делала его похожим на ветхозаветного пророка, склонного к страстным речам, одну из которых он и собирался произнести. Поднявшись на сцену, он принялся протестовать против отказа общества бросить вызов насилию в семье и жестокому обращению с детьми. «Если мы действительно заботимся о человеческой жизни, если мы действительно заботимся о будущем нашего общества, тогда мы должны выступить против ужасных последствий насилия в семье», – объявил он. «Прежде чем рассказать профессионалам от медицины, какие именно признаки насилия и жестокости он имеет в виду». После того, как доктор Куп произнес свою речь, он стал отвечать на вопросы собравшихся. Один из присутствующих спросил, что он думает о влиянии видеоигр на молодых людей. «Игры могут оказывать воздействие как на разум, так и на тело», – ответил доктор, «поскольку подростки становятся зависимы от них и душой, и телом». «Во всех этих у Кокош-врага нет ничего конструктивного», – добавил он, «прежде чем признал, что никаких научных доказательств в защиту его точки зрения не существует». На следующий день газеты сообщились, что высокий медицинский начальник активно нападает на видеоигры. Его призыв противостоять насилию в семье и жестокому обращению с детьми был проигнорирован. «Министр здравоохранения видит опасность в видеоиграх», – сообщило информационное агентство Associated Press. В то время как газета The New End Observer запустила в Северной Каролине мультфильм под названием «Core Cop Man», в которой зловещая бородатая голова доктора Купа преследовала обеспокоенного Пэк-мена. Доктор Куп также обнародовал заявление, в котором говорилось, что его высказывания не стоит воспринимать как государственную политику. «Мои комментарии представляют лишь мое личное суждение и не были основаны ни на одном из известных мне научных доказательств. Ничто в моих высказываниях не стоит воспринимать как допущение, что видеоигры по существу по натуре жестоки или же вредны для детей». Однако в действительности взгляд министра был лишь отражением широко распространенного в обществе беспокойства по поводу видеоигр. Родители, учителя и чиновники были взволнованы тем, что зал игровых автоматов стали центрами детской преступности, местами в которых дети могли быть вовлечены в преступления или же в наркоманию. В медицинских журналах появлялись статьи о новых заболеваниях, связанных с видеоиграми, вроде запястья Space Invaders. Вдобавок к этому общественные страхи подпитывались слухами о подростках, которые умирали от сердечных приступов после того, как играли много часов подряд. К 1981 году эти страхи привели к тому, что против игровых залов по всей стране стали приниматься самые разные законы. От Нью-Йорка до Техаса, от Флориды до Милуокки игровые залы начали сталкиваться с новыми ограничениями, а в некоторых местах и с прямыми запретами. Подобного рода беспокойство не ограничивалось пределами США. В Великобритании член парламента от лейбористской партии Джордж Фоукс внес предложение в парламент принять закон, который давал бы местным властям право запрещать игровые залы. Видя игры, он обвинял в высасывании кровавых денег из тысячи слабых детей. Его требование вызвало яростные возражения члена парламента от партии, консерваторов и поклонника Space Invaders, Майкла Брауна, который охарактеризовал эту просьбу как мелочную меру социалиста. Фоуксу не удалось набрать нужное количество голосов, но некоторые страны действительно начали вводить подобные запреты. В конце 1981 года Индонезия и Филиппины объявили видеоигры вне закона, объяснив это заботой о защите нравов молодежи. Правительство Филиппин назвало видеоигры дьявольски хитроумными изобретениями и угрожало тем, кто попытается обойти запрет 12 годами тюрьмы. В ответ на все более жесткие ограничения и запреты, залы игровых автоматов начали называть семейными развлекательными центрами, украшали красивыми вывесками, старались покрасивее оформить плохо освещенные помещения и вводили строгие правила поведения, чтобы родители поверили, что в этом зале их детям ничего не угрожает. Кто-то потребовал, чтобы игроки становились членами клубов. На это Atari ответила своей программой «Понимание общества», сервисом, снабжавшим клиентов информацией, с помощью которой они могли сопротивляться попыткам местных властей закрыть залы игровых автоматов. Лишь несколько отчаянных политиков отваживались выступать против массированной критики залов игровых автоматов. Одним из них был Джерри Паркер, мэр города Уотумва, штат Огайе. После того, как он был пролоббирован в мэры аркадным залом Twin Galaxies, Паркер стал откровенным защитником видеоигр. «Он был очень смелым человеком», – рассказывал Уолтер Дэйв, владелец Twin Galaxies. Сотни, если не тысячи представителей правительства и других сообществ издавали законы против видеоигр. Джерри Паркер выступал против всеобщей тенденции и оказался превосходным лидером, который ради этого рискнул своей карьерой. Но те, кто требовал немедленного запрета игровых автоматов, надолго не зациклились на этой идее. Потому что спустя 28 дней, с момента выступления доктора Купа, видеоигровой пузырь лопнул сам. А именно, Atari поспособствовала скорому наступлению конца этого видеоигрового триумфа. Вечером 7 декабря 1982 года Atari объявила о предполагаемом росте за четвертый квартал года. До этого момента инвесторы ожидали роста примерно на 50% благодаря новой консоли Atari 5200. И выходу игры E.T.The Extraterrestrial для консоли 2600. Вместо этого Atari сократила свои прогнозы относительного роста до цифры между 10 и 15%. Инвесторы были потрясены. Цена акций компании-учредителя Atari Warner Communications рухнула более чем на 30%. Заявление Atari подкосило уверенность инвесторов в видеоиграх. Инвесторы, которые вкладывали стремительное расширение видеоигр, принялись вытаскивать свои деньги из этого сегмента рынка. И видеоигровая индустрия Северной Америки попросту схлопнулась. В течение следующих двух лет большинство компаний, которые строили на этом бизнес, были уничтожены или остались у разбитого корыта. На Atari возложили большую часть вины за эту катастрофу. Но причины были намного сложнее и многограннее, чем недостатки одной компании. Какие-то семена будущего крушения были потрясены еще в тот момент, когда Pac-Man завоевал США. Невероятная популярность этой игры побудила компаний по всей стране начать покупать игровые автоматы в кредит, в надежде, что они принесут им целое состояние. Устанавливать их в малопригодных для игр местах, вроде гольф-клубов и приемных зубных врачей. Во времена бума на видеоигры, когда повсюду царила гордыня разработчиков игровых автоматов, это воспринималось как разумная стратегия. Но вскоре стало ясно, что этим местам попросту не хватает удобных подходов и наплыва посетителей, чтобы автоматы стали прибыльными. Без постоянного притока денежных средств, эти компании вскоре перестали выполнять обязательства по своим долгам. Оставляя производителей автоматов с плохими долгами стоимостью в миллионы долларов. Все держалось на схеме обычных пирамид. Когда новый входящий на рынок финансирует дальнейшее развитие в кредит, рассказывал Эд Лок, дизайнер игровых автоматов Atari, создавший Asteroids. Общее количество игровых залов лишь добавляло проблем. Слишком много компаний боролось за конечную аудиторию видеоигр, а посетителей стало слишком мало для того, чтобы обеспечить выживание всех залов игровых автоматов. Некоторые аркадные залы, отчаянно нуждавшиеся в клиентах, стали предлагать за 1 доллар не 4, а целых 8 игр, еще больше снижая свой доход. Открылось слишком много аркад, рассказывал Дэйв. Они отнимали друг у друга клиентов, в то время как все больше и больше людей вкладывались в домашние игровые системы. В конечном счете в Оттумве в 1984 году существовало 4 зала игровых автоматов, и город просто не мог поддержать существование такого большого количества залов. Все мы обанкротились примерно в одно и то же время. Посетители игровых залов, к тому же, стали уставать от все возрастающей сложности предлагаемых игр. Игры становились слишком сложными, рассказывал Скотт Миллер, соавтор Shootout Zep The Video Games, путеводителя 1982 года по прохождению аркадных игр. Создатели игр для залов игровых автоматов осознали, что слишком многие игроки могут прекрасно справляться с их играми и часами играть на одном четвертаке. Поэтому с такими игроками, включая и меня, они справлялись за счет увеличения сложности. Типичным примером могла служить эволюция стрелялок. В 1982 году Space Invaders выглядела вялой и без зуба на фоне внушавшей страх Defender и насыщенной яростью Tempest. Существовала база игроков, которые жили соперничеством друг с другом, и чьи игровые навыки становились все лучше и лучше. Поэтому с каждой игрой приходилось повышать уровень сложности, чтобы поразить игрока, рассказывал Юджин Джарвис, разработчик Defender. Но Феллштейн, один из разработчиков пугающей стрелялки Синистар, вышедший в 1982 году, был с этим согласен. Поскольку игроки становились все более умелыми, нам приходилось делать наши игровые автоматы все сложнее, ради того, чтобы в них кидали побольше монеток. В случае с Синистар, команда разработчиков уже имела на руках версию полегче, но руководство настояло на том, чтобы усложнить игру, дабы сделать ее более прибыльной. Я с таким подходом согласен не был, поскольку в вопросах доходности нужно было быть крайне осторожным, и я действительно считаю, что такой подход здорово поспособствовал краху аркадного рынка. Преданные посетители аркадных залов обожали эту новую, все возрастающую сложность, но широкая аудитория, на которой и был выстроен весь бум аркадных видеоигр, находила их слишком трудными, неприемлемыми по соотношению цены и качества, и не слишком веселыми. Окончательным ударом, который вогнал аркады в могилу, стал рост домашней консолей, которые вытягивали игроков из залов игровых автоматов. В 1981 году бизнес видеоигровых автоматов США достиг пика ежегодных продаж в 4862 миллиона долларов, а в 1984 году продажи сократились фактически наполовину, до 2500 миллионов долларов. Но падение рынка домашних консолей шло буквально по пятам за аркадами. Успех Activision, компании сформированной четырьмя бывшими сотрудниками Atari, вдохновил десятки других компаний последовать их примеру. Эти компании в больших количествах производили низкокачественные игры, в надежде как можно быстрее заработать денег на всеобщем помешательстве игр. И здесь небольшая сноска. Корость – это единственная причина, по которой игры были такого плохого качества. Представления о том, что именно делает игру исключительной, были крайне смутными. Игровые разработчики обычно работали в одиночку, делая игры так, как умели, не понимая, можно ли сделать продукт как-то иначе. Игровой разработчик из Atari Крис Кроуфорд в книге «The Art of Computer Game Design», вышедшей в 1982 году, в первой книге, посвященной данной тематике, рассказывал о том, как именно в те времена происходила работа над игрой. В одном месте Кроуфорд умаляет игровых разработчиков использовать профессиональных тестеров, а не спрашивать мнение своих друзей по поводу своего нового творения. Идем дальше. Activision была главной причиной катастрофы, пуская и косвенно, рассказывал один из основателей Activision, Дэвид Крейн. Мы показали, что не нужно тратить 100 миллионов долларов на то, чтобы сделать игровую консоль и зарабатывать деньги на видеоиграх. За 6 месяцев возникло 30 новых компаний, которые попытались повторить наш успех. Количество игр и сомнительное качество многих из них стали отталкивать клиентов. «Было слишком много продуктов, и какая-то их часть никуда не годилась», рассказывал Мэнни Джерард, вице-президент Warner Communications, который приглядывал за Атари. Грядущая катастрофа была встроена в 2600 с самого начала. Хотя тогда никто этого и не понимал. «Мы никак не могли контролировать игры, выходящие для нашей системы. Людей просто выводили из себя новые игры для 2600, одна из которых называлась Custer's Revenge». Custer's Revenge была одной из трех игр на тему секса, выпущенных осенью 1982 года American Multiply Industries, видеоигровым издателем, созданным порно-кинокомпанией Caballero Control Corporation. Она одновременно была и ужасной, и абсолютно оскорбительной. Цель заключалась в том, чтобы изнасиловать индейскую женщину, привязанную к столбу. Выход игры в Нью-Йорке выявил на улице 100 протестующих людей, вооруженных плакатами, гласившими «Custer's Revenge» говорит «Насилие – это весело» и «Порно-дельцы – подлецы». «Атаре была в ярости, но сделать с этим ничего не могла. Мы ничего не могли сделать против этих ребят. И это было ужаснее всего. У нас не было никакого контроля, потому что мы никак не могли контролировать выходящие на консоли программы», рассказывал Джерард. «Custer's Revenge» и десятки других отвратительных игр, среди которых были и откровенно рекламные, вроде игры про зубную пасту Johnson & Johnson's Presents Tooth Protectors и про корм для домашних животных Chase the Chuck Wagon, здорово поспособствовали смерти консоли «Атаре». С таким большим количеством хлама, забившего все полки магазинов, продажи остановились, а продавцы осознали, что их окружают горы непроданных игр. Магазины сделали то, что обычно делают с непроданными товарами. Они снизили цену на картриджи, в надежде избавиться от излишков. Вскоре игры, которые когда-то продавались по 30 долларов, стали продаваться меньше, чем за 10 долларов. К тому же ритейлеры прекратили заказывать новые игры, что привело к скоплению картриджей на складах видеоигровой компании. «Эти склады были забиты играми, которые было невозможно продать. Стали бомбой замедленного действия для видеоигрового бизнеса. Мы предрекали катастрофу. Я помню, как говорил, что ни одна из этих новых компаний не останется в этом бизнесе уже через год», рассказывал Крейн. «Единственное, чего мы не понимали, это то, что у каждой компании скопилось по миллиону картриджей на складах еще до банкротства». Ликвидаторы устроили грандиозную распродажу этих игр, которые и затопили рынок. Ликвидаторы покупали их у банкротов по 3 доллара, продавали их розничным продавцам по 4 доллара, а уже продавцы кидали их в ящики распродаж, которые стояли в самом центре магазинов, и продавали по 5 долларов. Когда отец семейства шел в магазин, чтобы купить своему сыну новую игру Activision, которая стоила 40 долларов, то он понимал, что можно поступить умнее и купить на эту же сумму 8 игр. Продажи новых игр упали практически до нуля. Компаниям вроде Activision и Atari не оставалось ничего другого, кроме как снижать цены на свои картриджи, которые также начали скапливаться у них на складах. Запустился порочный цикл. Из которого не могла вырваться ни одна компания. Устаревшая технология 2600 мало чем могла помочь. Система, которая уже существовала на рынке 5 лет, выглядела на свой возраст, выглядела на свой возраст, и люди стали уставать от ее ограничений. К тому же, к началу 1982 года не было видно ни малейшей перспективы или альтернативы. Консоль Intel Vision компании Metal ближайший конкурент предлагала минимальный технологический скачок, явно недостаточный для того, чтобы отвлечь геймеров от консоли 2600. Сама же Atari вместо того, чтобы попытаться сделать приемника 2600, как это предлагал в 1978 году основатель компании Nolan Bushnell, просто-напросто задушила все научно-исследовательские работы, которые могли бы повредить их флагманскому продукту. Было много проектов, которые были запущены и доведены до точки, в которой могло бы быть начато их производство. Но в этот момент все и останавливалось, рассказывал Стив Бристол, вице-президент по разработкам Atari. Я слышал, как говорили, зачем нам рисковать и выводить новую видеоигру, которая, возможно, угробит все наши продажи. Лишь в 1982 году стало ясно, что Atari требуется заменить 2600, и сделать это надо очень быстро. Ответом стала консоль Atari 5200. Это несколько переделанный домашний компьютер Atari 400, выпущенный в 1979 году. Этого было слишком мало, и это было слишком поздно. Фокус-группа, которая была собрана непосредственно перед запуском Atari 5200, подтвердила самое худшее ожидание. Консоль столкнулась на рынке с более новой консолью. ColecoVision. Потребительская реакция после игры на 5200 заключалась в том, что ColecoVision проявила себя гораздо лучше, чем ожидалось, отмечалось в докладе для внутреннего пользования в Atari, анализировавшем результаты фокус-группы. 5200 не воспринималась лучше, чем ColecoVision, несмотря на некоторое изначальное ожидание, что эта система будет значительно лучше. ColecoVision, созданная компанией по производству игрушек Coleco, появилась в 1982 году. Она была куда продвинутей, чем Atari 5200. И, что гораздо более важно, поставлялась покупателям вместе с экземпляром чрезвычайно популярной игры Donkey Kong от компании Nintendo. Donkey Kong стала первой игрой, созданной Сигэру Миямото, которого считают одним из лучших игровых разработчиков в мире. Дебютная игра японского разработчика создавалась с расчетом вытащить американское подразделение Nintendo из дыры, в которую оно угодило. Nintendo of America поставила все на Radar Score, похожую на Space in Wonders стрелялку. Эта игра была хитом в японских залах игровых автоматов. Но американское отделение компании смогло продать лишь тысячу из двух тысяч автоматов, которые были сделаны для американского рынка. Nintendo решила создать новую игру, которую можно было запустить на той же технологии, что использовалось в Radar Scope, в надежде поменять начинку в непроданных машинах. Первоначально Миямото попросили сделать игру, в которой бы фигурировал моряк Папай, но Nintendo не удалось получить права на этот комикс. И поэтому Миямото создал абсолютно новую игру, вдохновившись фильмом King Kong 1933 года и сказкой Красавица и Чудовище. В игре было задействовано три персонажа. Усатый и коренастый плотник прыгун, которым и надо было управлять. Сбежавшая от прыгуна гигантская горилла Донки Конг. И Полина, объект привязанности и прыгуна и Донки Конга. Сноска небольшая. Миямото выбрал название с помощью японно-английского словаря, в котором слово «Донки» трактовалось так же, как тупой. Игроки должны были помогать прыгуну подниматься по строительным лесам и лестнице, чтобы достичь вершины экрана. Где Донки Конг держал в заложниках Полину, при этом нужно было уворачиваться от бочек, которыми кидалась рассерженная обезьяна и разных других опасностей. Выразительные персонажи, придуманные Миямото и причудливый любовный треугольник, о чем говорилось в коротеньких анимационных заставках, напоминавших немое кино, выглядели революционно. Действия, основанные на постоянных прыжках и платформенные уровни, были в равной степени важны. Появился новый игровой жанр платформер. Небольшая сноска. Донки Конг была не первым платформером, но именно эта игра популяризировала жанр. Первым настоящим платформером возможно была аркадная игра Space Panic, выпущенной компанией Universal в 1980 году. Хотя в ней и отсутствовали прыжки, ставшие отличительным признаком платформеров, более ранние игры также оказали существенное влияние на жанр. Так, идем дальше. В связи с успехом игры Nintendo изменила усатого плотника с прыгуна на Марио в честь американского арендодателя Марио Сегали, который согласился дать отсрочку отчаянно боровшемуся за свое выживание американскому отделению компании до выхода игры Donkey Kong. Майк Кац, вице-президент Coleco по маркетингу, чувствовал, что Donkey Kong был жизненно важен для ColecoVision. Я не думаю, что старт ColecoVision прошел бы столь успешно, если бы мы не обладали эксклюзивными правами на Donkey Kong. Мы сделали все так, что обращение к нам было единственным способом заполучить Donkey Kong к себе домой. Во многом, благодаря Donkey Kong было распродано более миллиона ColecoVision к Пасхе 1983 года. Выпуск адаптера, с помощью которого можно было запускать на этой консоли игры от 2600, еще сильнее подстегнул продажей ColecoVision. Nintendo предлагала Atari права на Donkey Kong, но компания не стала заключать сделку, поскольку японская компания хотела слишком много денег. Это решение оставило Atari наедине с новым мощным конкурентом, который умело расправлялся с Atari 5200, и одновременно с этим способствовал падению продаж 2600. Но не все проблемы, оказавшие влияние на видеоигровую индустрию, были созданы внутри самого видеоигрового рынка. США переживали глубокий экономический спад, и к декабрю 1982 года каждый десятый взрослый американец сидел без работы. К тому же стали расти цены на бензин, еще более уменьшая доходы семей. Нехватка бензина попросту забирала все деньги у детей, рассказывал Джерард. Если ты отец среднего американского семейства, и по Америке ты привык передвигаться на автомобиле, а тут вдруг начинает безумно дрожать бензин, то это очень неприятно. Вдобавок ко всему, игровая приставка перестала рассматриваться потребителями как самая крутая вещь для домашних развлечений, уступив первенство видеомагнитофону. Видеомагнитофоны заново открыли людям телевизор. Впервые давали им право выбора, что и когда смотреть. Это было очень важно, рассказывал Роб Фуллоп, программист из игрового издательства и Мэджик. Теперь вдруг появилась возможность смотреть дома кино, когда тебе этот год захочется. Это было удивительно. Дети смотрели и записывали фильмы на кассеты, а компьютерные игры оказались никому не нужны. На фоне роста проблем игрового бизнеса видеомагнитофоны становились лишь сильнее. В первый квартал 1982 года американцы купили 491 тысячу видеомагнитофонов. В первом квартале 1983 года было уже продано 958 тысяч видеомагнитофонов. Продажи возросли на 95%. Финальный удар по видеоигровой индустрии нанесли производители домашних компьютеров, которые втянулись в ценовую войну примерно в то же время, когда консольный рынок покатился под гору. Ценовая война началась в апреле 1980 года, когда Джек Тремиел, основатель Комодор, посетил Лондон. Вместе с Apple и Tandy компания Комодор запустила бизнес домашних компьютеров. Но если в Европе компьютер PET, который выпускала компания, пользовался успехом, то в США он здорово отставал от своих конкурентов. Проблем ему добавил и тот факт, что на рынок домашних компьютеров вышли еще два крупных игрока. Одним было Atari, другим Texas Instruments. Джеку Тремиелу, который любил выражения вроде «Бизнес это война», Техас Instruments в компьютерный бизнес давало возможность для мести. В середине 70-х он сконструировал с Техас Инструментс на рынке карманных калькуляторов. И случившаяся ценовая война практически уничтожила Комодор. Тремиел был полон решимости отомстить и добиться того, чтобы Техас Инструментс превратилась в руины. Во время своей командировки в Великобритании Тремиел увидел то, что стало основой его атаки на корпоративную Немезиду. Синклеер ZX-80 Английский компьютер обладал устаревшей технологией и продавался в качестве набора, который покупатели должны были собирать дома самостоятельно. Но чрезвычайно популярным этот компьютер был по одной причине. это невероятно низкий ценник. 99,95 фунта стерлингов. Пораженный идеей доступного массового компьютера, Тремиел отбросил планы Комодор относительно новой машины для бизнеса и приказал своим инженерам сделать компьютерный эквивалент Ford Model T автомобиля 1908 года, который стал воплощением идеи массовой доступности автомобиля. Комодор находилась в хорошем положении для того, чтобы двигаться в этом направлении. Компании принадлежал производитель микропроцессоров MOS Technologies и поэтому она могла рассчитывать на цены, о которых Tendi, Apple и Atari могли лишь мечтать. Только Texas Instruments обладала схожим преимуществом. Но ее компьютер TI-99x4 продававшийся по цене 1150 долларов был очень далек от массового рынка. Инженеры Комодор создали компьютер WIC-20 Компьютер, который был способен отображать цвета и цена которого была всего лишь 299,95 доллара. Запущен производство компьютер был в 1980 году. В WIC-20 воевал сразу на двух фронтах. Во-первых, он был дешевле компьютеров конкурентов на сотни долларов и вынуждал их снижать свои цены. Правда, одна лишь Apple решила не ввязываться в битву за массовый рынок, предпочитать действовать в более дорогом и амбициозном сегменте. Во-вторых, он был достаточно дешев для того, чтобы конкурировать по цене с видеоиграми. Этот факт Комодор использовала в своей рекламе, где задавался вопрос, зачем покупать просто видеоигру. На это Texas Instruments ответила заменой переоцененного TI-99x4 на домашний компьютер TI-99x4A, разработанный в 1981 году для массового рынка и стоивший 525 долларов. Война продолжала набирать обороты. Битва эта, однако, была непростой конкуренцией между двумя соперничающими производителями. Это была война между двумя разными и несовместимыми видениями домашних компьютеров. Комодор придерживалась философии открытости, позволяя всем и каждому создавать программы для своего компьютера. Texas Instruments напротив делала ставку на тотальный контроль и хотела, чтобы компьютеры развивались по модели игровых приставок. То есть, создать такой рынок, где и сами компьютеры и программы для них делала бы одна компания, получая всю прибыль. Продвигаясь в этом направлении, техасский гигант публично угрожал предъявить иск всякой компании, которая выпустит программу для TI-99x4A без его разрешения. Видеоигры сыграли важную роль в войне Комодор с Texas Instruments. Если Texas Instruments делала упор на образовательную сторону своего компьютера, то Комодор для того, чтобы привлечь покупателей, ставила на развлечение. В 1982 году никто не покупал компьютеры ради программ. Все покупали их ради игр или чего-то в этом духе, рассказывал Боб Яннес, специалист, который помогал в создании Комодор 64, компьютера, с помощью которого Тремиал покончил с Техас 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 Инструментс. Запущенный в августе 1982 года, Комодор 64 был самой передовой машиной для своего времени и стоил 595 долларов. Вооруженный большим объемом памяти, сильными графическими возможностями и продвинутым звуковым чипом, он, казалось, был создан для игр. Выход этого компьютера вынудил Техас Инструментс сделать скидку 100 долларов на ТИ-99 на 4А, запустив тем самым целую цепочку снижения цены, поскольку конкурирующие компьютерные фирмы неоднократно пытались потопить друг друга в смертоносной игре в корпоративную русскую рулетку. К началу 1983 года преимущества открытой системы Комодор начали давать о себе знать. В то время, когда владельцы Комодор наслаждались широким выбором программ и игр, владельцы ТИ-99 на 4А были ограничены скудным набором развлечений. Техас Инструментс, которая обошла Комодор по продажам на Рождество 1982 года, заметно начала отставать. К лету Комодор 64 продавался по цене всего 200 долларов, и Техас Инструментс была вынуждена продавать свой компьютер по цене 99 долларов. В ноябре 1983-го, получив убытки в 100 миллионов долларов за один только второй квартал этого года и пытаясь удержать ТИ-994А на плаву, Техас Инструментс настолько измучилась и ослабела, что вообще закрыла свое подразделение, отвечавшее за домашние компьютеры. Тремиэл победил, и теперь Комодор принадлежало 38% быстро растущего рынка домашних компьютеров, стоимостью ниже тысячи долларов. Компьютерные войны вбили еще один гвоздь в крышку гроба домашних консолей. Домашние компьютеры заменили домашние видеоигры, рассказывал Крис Кроуфорд, бывший в то время членом корпоративно-исследовательской группы Atari. Цена домашнего компьютера всего лишь вдвое превосходила цену на игровые консоли, да и компьютерные программы были дешевле, чем видеоигровые, и было их намного больше. Объедините это с потерей уверенности в Atari VCS, которая возникла в результате крупных неудач, вроде той, что случилось с ETI, и вы поймете, почему продажи VSC попросту рухнули. Но домашние компьютеры однако не давали той крупной прибыли, которой привыкли создатели видеоигр. И хотя компьютерные игры были дешевы в производстве, сам рынок их был гораздо меньше. Цена продажи ниже, и игры, которые распространялись на дискетах, было куда как легче скопировать, чем те, что были на картриджах. Переход на домашние компьютеры можно было считать поиском укрытия отцарившего вокруг хаоса. Но это происходило за счет сильно снижающихся прибыли, что в свою очередь привело к росту безработицы среди разработчиков. Sierra Online была одной из компаний, оказавшейся в подобной ситуации. В момент бума видеоигр компания тоже обратила внимание на рынок консольных игр, но потеряла внушительные средства, когда рынок достиг своего дна. В итоге компании пришлось снова уйти в область компьютерных игр. Фактически мы были абсолютно несостоятельны, рассказывал Кен Уильямс, соусредитель Sierra Online. К счастью, мы не брали кредитов и нас ничто не тянуло на дно. У нас попросту не было денег. Здорово затянул пояса и почти всех уволив, мы начали свой бизнес заново. Эл Лоу был одним из разработчиков, уволенных из Sierra весной 1984 года. В одну из пятниц той весны из 120 сотрудников к вечеру они составили 40. Это была черная пятница, рассказывал Лоу. Катастрофа также положила конец играм с векторной графикой. К тому моменту, как пузырь лопнул, операторы игровых залов уже были по горло сыты ненадежностью этих машин. Векторный монитор поглощал гораздо больше энергии, чем растовый монитор того же размера. Столь высокое потребление энергии означало большое выделение тепла и необходимость в более дорогостоящих комплектующих. Это очень плохо для надежности, рассказывал инженер Atari Майкл Альбах. Сложность ремонта векторных игр лишь усиливала разочарованность операторов игровых залов в этом продукте, рассказывал Лог. Векторные мониторы сложно поменять. Если обычный цветной монитор сломается, ну и ладно, никаких проблем, любой телевизор является монитором. Просто установите нужные средства контроля, чтобы заставить его работать и все. Но с векторным монитором история совсем другая. С падением доходности видеоигр, игровые залы перестали заказывать векторные игры, которые к тому времени уже уступали место быстро развивающимся играм на стандартных ростовых мониторах. Ростовая графика становилась намного лучше. Больше цветов, более высокое разрешение графики, рассказывал Тим Скелли, разработчик векторных автоматов для компании Кинематроникс. В векторной графике было некуда развиваться, кроме цвета, и этого было явно недостаточно. Экран был по-прежнему черным, или же в лучшем случае имел статичный задний фон как Warrior. К 1982 году такие игры как стрелялка Zexon компании Sega и Qbert компании Gottlieb продемонстрировали преимущество стандартных телевизоров. В обеих играх использовалась аксонометрическая проекция. Это техника рисунка, которая позволяет разработчикам создавать трехмерные игры с использованием двумерных приложений. До этого подобная техника использовалась преимущественно для технических нужд, когда возникала потребность показать глубину равно как ширину и высоту. Наиболее известный пример этой техники можно найти в обмане перспективы в работах голландского художника Маурица Корнелиса Эшера, чьи картины вдохновили Джеффа Ли, художника, работавшего над игрой Кюберт, на использование такого подхода. Поскольку я был поклонником замечательного голландского художника Эшера, мастера оптических иллюзий, я построил на бумаге ряд, основанный на триаде кубов. Поразившись полученному результату, я решил сделать из этого игру. Псевдо трехмерный вид был весьма притягателен. В игре нужно было помогать лохматому оранжевому существу с двумя длинными тонкими ножками и похожим на слоновый хобот носом передвигаться по нарисованной Джеффом Ли пирамиде и при этом уворачиваться от других столь же странных но опасных существ. Симпатичный визуальный облик Кюберт сделал игру достаточно популярной для того, чтобы возник целый поток сопутствующих товаров с изображением главного персонажа игры. Другим важным новаторским прорывом в использовании стандартных мониторов стала игра Ксевиоус компании Наму. Эта стрелялка была плодом любви ее создателя японца Масанобу Энндо. Он даже написал целый роман, чтобы в деталях изложить предысторию своей игры, в которой нужно было вести воздушные бои на чужих планетах. Ксевиоус была настоящим визуальным праздником. Действие игры проходило над зелеными инопланетными лугами, изрезанными дорогами и пыльными пустынями, покрытыми громадными геоглифами, похожими на узоры на перуанском плато Наска. Металлический инопланетный корабль и оборонительные базы, с которыми боролся игрок, впечатляли в одинаковой мере. Особенно выразительными были крутящиеся и мерцающие летающие тарелки, которые означали первую встречу игрока с внеземными силами. Но игра отличалась не только впечатляющими визуальными качествами. Ксивиус установила шаблоны для игр этого жанра. Корабль игрока постоянно находился в движении, поскольку экран двигался в заранее заданном темпе. Так как направление движения было выбрано за игрока, игрок мог сосредоточиться на маневрировании по экрану, избегая вражеского огня и избивая врагов, чьи атаки подчинялись предсказуемым схемам. Экран переставал двигаться только тогда, когда игрок сталкивался лицом к лицу с боссом, сверхмощным противником, победить которого можно было лишь задействовав всю огневую мощь и проворство. Вместе с игрой Scramble компании Konami игра Endo стала доминантной в сегменте стрелялок, особенно тех, которые создавались в Японии большую часть десятилетия. Неподвижный экран Space Invaders и всех его клонов, а также выбираемые самим игроком направление движения и открытость Defender были отличительной чертой стрелялок более ранней эпохи. Потрясающее визуальное качество таких игр, как Xevious, предопределили быстрый конец эпохи векторных игр. Грандиозная игра Major Havoc компании Atari стала последним вздохом подобного графического подхода. Разработанная Оуэном Рубином с помощью марка Charney Major Havoc охватывала сразу несколько игровых жанров. Начиналась игра с трехмерного космического сражения против робота-рыбы, затем становилась похожей на Lunar Lander, после чего превращалась в гибрид головоломки и платформера, где игрок должен был управлять майором хаосом, проведя его через изобилующие ловушками лабиринты с низкой силой притяжения. Целью игры было запрограммировать ядерный реактор на взрыв и постараться убежать с планеты до того, как взорвется реактор. В игре даже была скрытая версия Breakout. Игра была очень амбициозной, рассказывал Рубин. Создание одной игры занимало в среднем от 6 до 8 месяцев, а работа над этой шла 18 месяцев. Игра постоянно эволюционировала, несколько раз уходила на тестирование и все тесты проходила очень хорошо, но все равно оставалась незаконченной. Почему Atari позволила мне над ней работать? Понятия не имею. Оглядываясь назад, я испытываю радость от того, что они так поступили. Жалко только, что мы не сделали версию игры не в векторной графике, поскольку задействовав Rust, мы бы продали побольше автоматов. К тому времени у векторных игр была уже плохая репутация, поскольку векторные автоматы все время ломались. К ноябрю 1983 года, когда Major Havoc наконец-то добралась до залов игровых автоматов, аркадная и консольная индустрии уже лежали в руинах. Лишь некоторые предвидели наступление катастрофы. Билл Групп, президент Imagic начал 1983 год с шапкозакидательных заявлений в прессе, поделившись своими планами потратить 10 миллионов долларов на рекламу игр своей компании в наступившем году. К концу года Imagic находилась при смерти. Мы думали, что бум будет продолжаться вечно, рассказывал Фулу. Как и в случаях со всякой остромодной вещью, люди всегда считают, что так будет всегда. В особенности, когда ты еще молод и не можешь себе представить, что все может измениться. Это был абсолютный шок. Я до сих пор от него не могу оправиться. И Magic попыталась выжить, создавая игры для домашних компьютеров. Но потери ее были слишком велики. И компания в конечном итоге закрылась. В апреле 1983 года Quaker Quats убило свое подразделение US Games Gatlib. Наблюдал за тем, как продолжение Quibbert не вызывает на рынке никакого интереса. Donkey Kong 3 от компании Nintendo был встречен публикой абсолютно равнодушно. Не способная расплатиться по своим долгам, компания Kinematronics обратилась к главе 11 закона о банкротстве США, которое позволяет провести реорганизацию находящейся под угрозой банкротства компании, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее падение. Вскоре некоторые ведущие разработчики начали искать работу в других местах. Юджин Джарвис, разработчик невероятно успешной игры Defender, создал один из крупнейших аркадных хитов 1983 года игру Robotron 2084. Клаустрофобную стрелялку, в которой игроки сражались против орды роботов. Если Defender была про свободу и скорость, то Robotron наоборот про замкнутость и более медленно и более аккуратное передвижение, рассказывал Джарвис. Это удивительно, насколько часто в Robotron ты думаешь, что тебе конец, а затем осознаешь, что смог выбраться из всех передряг в единственном возможном месте. Адреналин бьет через край. Вдохновителем этой игры послужил роман Антиутопия 1984 Джорджа Оруэлла. Только в игре последняя человеческая семья сражается с роботами-убийцами. Это была вариация на тему Оруэлла. В 1982 году было абсолютно ясно, что ничего подобного в 1984 году не произойдет. Поэтому был выбран 2084 год. А вместо людей, дергающих за ниточки, в игру были введены роботы, рассказывал Джарвис. Тема основывалась на экстраполяции закона Мура, который гласит, что мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. Рано или поздно они будут умнее нас, потому что вместо того, чтобы удваивать наш интеллект, мы пытаемся сократить его вдвое с помощью метафетамина и медицинской марихуаны. Но после того, как его следующая игра Безвкусная Бластер не вызвала никакого интереса, Джарвис решил, что пришло его время покинуть тонущее судно. Бластер была первой попыткой в области трехмерных космических сражений, рассказывал он. Она была довольно забавной, но вышла уже после того, как индустрия пересекла горизонт событий и устремилась в черную дыру середины 80-х. Тогда и правда казалось, что индустрия себя исчерпала. Были изобретены все возможные игры, и творческий потенциал был исчерпан точно так же, как до этого случилось с хула-хупом, пет-рок и диско. В этой области все было кончено. Я подумал, что смогу заново начать свою жизнь, получить MBA и найти постоянную работу. Для всех оставшихся в индустрии людей, которые еще надеялись, что ситуация войдет в норму, эта надежда быстро таяла. Люди не осознавали скорости и масштаба катастрофы. Как только компания становится крупной, возникает ощущение, ошибаться мы не можем. Я сам, конечно, был удивлен скоростью развития событий, рассказывал Кроуфорд из компании Atari. Мы снижали производство и думали, в этот раз мы справимся с проблемой. А все становилось все хуже и хуже. Единственный проблеск во тьме случился летом 1983 года, и эта искра предстала в форме рыцаря в блестящих доспехах. Его звали Дирк Отважный, и он был звездой Dragon Lair, аркадной игры, которую выпустила компания Кинематроникс, и в которой использовался новый формат хранения данных. Лазерный диск. Как и CD и DVD, лазерные диски были разновидностью оптических дисков, их диаметр составлял 30 сантиметров, и созданы они были для просмотра фильмов. Dragon's Lair больше всего напоминала интерактивный мультфильм, в работе над которым принимали участие Дон Блуд, бывший аниматор из Дисней, который сформировал собственную студию Сулива Блув Студиос, и незадолго до этого уже выпустил мультфильм Секрет Крис. Dragon's Lair была идеей Рика Дайера, владельца Рик Дайер Индастриес, который искал способы использовать в играх возможность лазерного диска хранить записанное видео. Дайер чувствовал, что использование проигрывателя лазерных дисков сможет помочь в создании интерактивной киноигры, и наша анимация могла бы идеально подойти под этот формат, рассказывал Блуд. В октябре 1982 года Рик взял с собой совладельца Кинематроникс Джима Пирса, и они приехали к нам в офис в Студио Сити, Калифорния, чтобы обсудить возможности проекта. Когда они уехали, мы уставились друг на друга и задались вопросом, о чем они вообще говорили. Мы занимались кино и мало что знали о видеоиграх, не говоря уже о создании видеоигр. Но как только Рик объяснил, чего именно они хотят достичь, мы почувствовали, что кажется понимаем, о чем речь. Нужно было создать мультфильм и разбить его на куски. Игроки могли выбирать, как реагировать на события, в определенный момент игры, запуская следующий кусок мультфильма. Но поскольку сюжет был предопределен, сама игра была построена так, чтобы игрок предпринимал нужные действия для того, чтобы увидеть следующую секцию игры. На самом деле игры на лазерных дисках не дают никакой интерактивности, рассказывал Блуд. Это была в большей степени игра на запоминание. Надо было точно знать, когда и в какую сторону двинуть джойстик или же нажать на кнопку. Несмотря на одну лишь видимость интерактивности, мультяшный вид Dragon's Layer сделал игру чрезвычайно успешной. Кинематроникс продала 10 тысяч автоматов с Dragon's Layer менее чем за три месяца. На какое-то мгновение возникло ощущение, что лазерные диски могут спасти видеоигровой бизнес. За этой игрой последовали и другие игры на лазерных дисках, такие как Goal to Go компании Stern Electronics, игра в американский футбол, в которой использовались съемки настоящих матчей, и Astron Belt в компании Sega, в которой использовались спецэффекты из фильма Звездный путь 2 Гнев Хана. Dyer начал работу над гибридом консолей компьютера и проигрывателя лазерных дисков. Этот гибрид был нужен для того, чтобы перенести игры на лазерных дисках в домашние условия. Лазерные игры были очень популярны, рассказывал Боб Лоутон, владелец аркадного зала Fun Spot в Уэйрс Бич, Нью-Гэмпшир. Один такой автомат мы поставили у входа и даже установили сверху телевизор, чтобы другие люди могли смотреть за игрой. Вокруг всегда когда за автомат вставал умелый игрок. Ему даже планировали, когда у него все получалось как надо. Но популярность лазерных дисков улетучилась так же быстро, как и возникла. Спустя какое-то время стали давать о себе знать проблемы с потребительскими проигрывателями лазерных дисков и постоянные поломки этих проигрывателей положили конец лазерным играм, рассказывал Лоутон. Проигрыватели в автоматах не были предназначены для коммерческого использования или беспрерывного воспроизведения игровых сцен. Поскольку плеер постоянно находился в рабочем состоянии, это приводило к быстрому износу дискового проигрывателя. Нехватка интерактивности так же способствовала тому, что игроки быстро потеряли интерес к таким играм. Это была последняя соломинка для компании Кинематроникс, которая обанкротилась вскоре после того, как утихли страсти по поводу лазерных видеоигр. Компания Rick Dyer Industries закрылась вскоре после выпуска Halseon. Устройство продавалось по цене 2500 долларов в январе 1985 года. Катастрофическое падение продаж стерло консольный рынок с лица земли. при максимуме продаж в 3200 миллионов долларов в 1983 году видеоконсольная индустрия опустилась до отметки 100 миллионов долларов к 1986 году. Как только упали продажи и ушли деньги инвесторов, исчезли многие компании, которые возникли в видеоигровом бизнесе в 70-х и начале 80-х. Magnavox компания, выпустившая первую игровую консоль, отменила выход системы Odyssey 3 и ушла из бизнеса. Metal, где зародились портативные игровые устройства, потеряла на системе Intel Vision десятки миллионов долларов и в 1983 году полностью разочаровалась в этом рынке. Adventure International, компания, создавшая текстовые приключения для домашних компьютеров, исчезла после того, как поставила все на сотрудничество с Texas Instruments, которая пыталась завоевать рынок персональных компьютеров. Для меня крах наступил, когда потребители перестали поддерживать TI-99x4A, рассказывал основатель компании Scott Adams. Для нас это был самый настоящий провал. У нас не было настолько много средств, чтобы суметь переждать этот период. Coleco отказалась от ColecoVision после того, как обожглась на рынке домашних компьютеров и решилась в дальнейшем сосредоточиться на куклах Cabbage Patch Kids , капустных детках. Доходы аркадного гиганта Белли Мидвей упали на 60%, и ответом на это стало закрытие Dave Nutting Associates, компания, которая первой начала использовать микропроцессоры в видеоиграх. Atari превратилась из крупнейшей истории успеха в одной из самых больших неудач в корпоративной истории. Компания теряла громадное количество денег с такой скоростью, что возникла угроза, что она утянет за собой на дно весь конгломерат Warner Communications. Warner отчаянно пыталась спасти свою больную дойную корову. Были отменены планы по переезду Atari в специально выстроенный для компании Campus в Кремниевой долине. Все производство было перенесено в Гонконг и тысячи сотрудников компаний в США были уволены. Был уволен президент Atari Ray Casser. Урезаны маркетинговые бюджеты и отменены все исследовательские проекты. Когда все принятые меры не дали никакого результата, Warner разделила компанию на две части. Рентабельное аркадное подразделение превратилось в аркад подразделение отвечавшее за компьютеры и консоли было названо Atari Corporation и продано Tremial в июле 1984 года за 240 миллионов долларов. Tremial на этот момент уже ушел из Commodore из-за столкновений с главным акционером компании Ирвингом Гулдом. Компанию купил Tremial и игровой бизнес был задвинут на задворки. Это стало одной из крупнейших ошибок в истории, поскольку бизнес еще существовал и уход компаний из этого бизнеса открыл широкую дорогу для Nintendo. Рассказывал Джерард. Компания, которая сформировала этот рынок и доминировала в видеоигровой индустрии, так и не оправилась до конца от случившей гостя. Если бы пришлось выбирать одну единственную игру, в которой сошлись все безумства времен безудержного роста и вся боль от падения, то выбор бы определенно пал на игру AT The Extra Terrestrial. Потенциальный блокбастер для VSC 2600, выход который планировался под Рождество 1982 года. Блокбастер инопланетянин Стивена Спилберга, вышедшая летом 1982 года, сказка о дружелюбном инопланетянине, оказавшемся на Земле, стал одним из самых прибыльных фильмов в истории. Ради того, чтобы снискать расположение самого популярного режиссера в Голливуде, глава Warner Стив Росс согласился заплатить Спилбергу 25 миллионов долларов за право сделать игру, основанную на фильме. О том, что он сделал, Росс спустя некоторое время сообщил о Таре. Кассар был потрясен. Росс вынудил меня сделать AT. Он позвонил мне и сказал, я гарантировал Спилбергу 25 миллионов долларов за работу над этим проектом. На что я сказал, Стив, мы никогда никому не гарантировали никаких денег, почему ты захотел гарантировать ему 25 миллионов долларов? Кассар утверждал, что отсутствие в фильме какого-либо действия лишь усложнит создание видеоигры. Но у Роса на этот счет было собственное мнение. Атаре было предписано сделать игру до Рождества. У нас вообще не было времени для выполнения этого приказа, рассказывал Кассар. Распоряжение пришло в августе, а игру Рос хотел получить на Рождество. Обычно на работу над игрой нам давалось 6 месяцев. Кассар убедил программиста Говарда Скотта, создававшего игры для VSC, сделать игру за 6 месяцев, взамен пообещав внушительную премию. Скотт уложился в отведенный срок, но результат его работы был ужасен. Вполне возможно, что более умелые разработчики, работая по 100 часов в день, 9 дней в неделю, смогли бы сделать лучшую игру и успеть вовремя, рассказывал Джерард. Но если без шуток, то нельзя выпускать на рынок продукт, если он некачественный. Согласно соглашению со Спилбергом на Рождество Атари наводнила все магазины пятью миллионами картриджей E.T. Большая часть из них вернулась к нам обратно, рассказывал Кассера. Это была финансовая катастрофа, и на Кассера посыпались все шишки. Меня уволили, рассказал он. Они пытались обвинить меня в неудаче с E.T. Кто-то же должен был быть стрелочником, и им не мог быть Стив, поскольку он был главой Warner. В итоге стрелочником оказался я. В сентябре 1983 года все возвращенные картриджи с E.T. вместе с горами непроданных и бракованных игровых картриджей, консолей, компьютеров и аксессуаров, хранившихся на заводе Atari в Эль Пако, штат Техас, были загружены в более 20 грузовых автомобилей. Небольшая сноска. После краха индустрии завод в Эль Пако был превращен в перерабатывающий центр. Вот так вот. Так вот, после погрузки грузовики отправились в Аламогордо, Нью-Мексико, где обломки былой славы Atari были свалены в одну большую яму. А что еще с ними можно было сделать? От них нужно было как-то избавиться. Настал момент, когда их нельзя стало продавать даже на рынке поддержанных игр. Их было слишком много, рассказывал Джерард. 29 сентября 1983 года эта куча видеоигрового хлама была залита бетоном, который надежно запечатал в себе остатки золотого века Atari. Видеоигры были мертвы и, в буквальном смысле слова, зарыты в землю. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки. Всем пока. сентября. Сентября